МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попадание в десятку. Сегодня в выпуске расскажем о меткости роботов при совместной работе с людьми военными. В международной программе «Середина земли» сегодня мы расскажем о свалке на одной из улиц Забайкальской столицы. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Галина Тюрнева, и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Здравствуйте, мы начинаем. Фантастика вполне может стать реальностью в Иркутске на огневые позиции вышли роботы, правда, пока учебные. Военные проводили комплекс «Снерехта» на меткости и дальность стрельбы. Справляется ли машина со своими боевыми задачами, расскажет Виталий Шахназаров. Внимание, внимание. Начало стрельб. Закрытый секретный объект. Стрельбище Иркутского подразделения ракетных войск специального назначения. Сегодня здесь будут испытывать комплекс «Снерехта». До этого робот нес вахту на полевых позициях, где главной задачей стояло обнаружение предполагаемого противника и диверсионных групп. Модульная схема с единой гусеничной платформой делает его универсальной машиной, пригодной для решения широкого круга задач, как для разведки и патрулирования, так и для огневого подавления и действия на поле боя. Сегодня его цель – мишени для стрельбы, находящиеся на расстоянии 200 и 300 метров. Попадание прямо в десятку. Сегодня на роботе «Нерехта» используется крупнокалиберный пулемёт «Корд», способный поражать цель на расстоянии до 500 метров. Но на платформу роботокомплекса можно поставить любое вооружение, будь то пулемёт «Калашникова» или гранатомёт. Но этого робота можно оснастить не только оружием, но и другим полезным оборудованием. Заменит один модуль другим – очень легко. Разработчики говорят, что для этого нужно открутить всего несколько гаек. То есть есть определённые моменты, которые надо ещё учитывать. Есть что дорабатывать. Но в результате, допустим, 10-часового дежурства, когда охранили зону, привыкли всё дальше и дальше определять людей, определять диверсантов, определять… В общем-то, это опыт приходит. И очень полезно, и очень нам пригодится. В дальнейшем для работы. Управление роботом может осуществляться дистанционно на расстоянии до 5 километров. Сейчас на заводе изготовители идут работы для внедрения системы управления боевым комплексом в экипировку бойца. Экран, джойстик и клавиатура. С виду может показаться, что это игровая приставка. Но игры здесь на самом деле другие, военные. Вот именно отсюда ведётся управление наземным робототехническим комплексом Нерехта. Вот прямо сейчас я пробую навести джойстик на цель. Огонь. Но пока получается не очень. Сейчас как раз управлять роботом во взаимодействии с беспилотным летательным аппаратом «Флебустьер» учится личный состав командования ракетных войск при Ангаре. Между тем, техника экзамен сдала на отлично. Не в силах справиться с новейшим вооружением, предполагаемый противник предпринял попытку химической атаки в нескольких километрах от Иркутска. Но и здесь иркутские бойцы сумели справиться с неприятельским выпадом с помощью новейшей техники и средств химзащиты, поступивших на вооружение ракетных войск специального назначения. В первую очередь это защитные костюмы и специальное оборудование, определяющее уровень химической и радиационной опасности. После преодоления зараженного участка местности проходит частичная специальная обработка техники, вооружения, оружия и личного состава. После преодоления, после специальной обработки у нас личный состав, вооружение и техника готовы к применению по назначению. А сегодня ночью в рамках командно-штабных учений запланированы ночное свертывание с полевых позиций ракетных комплексов системы «Тополь» и марш-бросок в воинское расположение. Виталий Шахназаров, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. 14 тысяч километров, 35 дней в пути, температура минус 50. Финишем автомобильной экспедиции «Полюс Холла» достал весенний Иркутск. В составе поездки российские блогеры и журналисты из разных городов России. Подробности экстрима с душой в материале далее. У нас обычный туристический набор постуды, который нас спасал в Арктике, потому что в Арктике нет столовых, нет ничего. И иногда хочется просто воспользоваться вилочкой, ножиком. Это не просто внедорожник, это дом на колесах, в котором есть все необходимое для путешествия по Арктике. Сегодня завершилась 35-дневная экспедиция «Полюс Холода». 9 человек стартовали в Иркутске 26 февраля по маршруту через самую холодную точку в Северном полушарии и далее через полярный круг в Арктику и до самого Северного Ледовитого океана. Хотелось начать стартануть с какого-то красивого северного региона и пропустить Байкал, но было бы просто кощунством. Поэтому мы выбрали Иркутск, максимально близкий к Якутии и решили пойти от вас именно по Байкалу. Проехали весь Байкал как раз от Ольхона до Севербайкальска по льду. Это был самый первый такой экстремальный запоминающийся отрезок. Два дня мы ехали в полном напряжении. Богдан Булычев отправился в экспедицию вместе со своей девушкой Владленой, которая под сияющим северным небом согласилась стать его женой. Девушка рассказывает, было холодно, питались в основном консервами, кашами и фруктами. С собой в дорогу брали только самое необходимое – теплые вещи, термосы, горелки, фонарики. «Самая полезная вещь в экспедиции – это влажные салфетки, потому что это самый расходный материал. И помимо того, что это средство для мытья в Арктике, это еще постоянно руки протирать. И яблоки мы мыли с помощью влажных салфеток». Во время путешествия ребята снимали фильм и подробно описывали свои приключения в социальных сетях. Итогом экспедиции стал разработанный маршрут для тех, кто отважится отправиться в подобное путешествие. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Середина Земли, Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. А программа «Середина Земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Юлия Тимошенко. Первая партия из нескольких самоходных пусковых установок комплекса «Бук-М2» поступила в зенитно-ракетное соединение Забайкальского края. На сегодняшний день военнослужащие и подразделения уже прошли переподготовку на новые комплексы в специализированном учебном центре. Добавим, что российский концерн планирует в 2016 году передать военным еще три дивизиона «Бук-М2». Теперь перейдем к другим интересным новостям нашего региона. Свалка в перемешку с нечистотами, которые в буквальном смысле атакуют не только жителей одной из улиц Читы, но и попадают в реку. В таких условиях местные обитатели живут уже несколько лет. В чем на самом деле проблема и почему не удается с ней справиться, выясняла Яна Иршова. Еще в декабре 2015 года на пересечении улиц Гаюсана геодезическая прорвала трубу. Так как рельеф местности особый, в наклон вода устремилась вниз по улицам. Своей далеко не конечной остановкой поток выбрал дворы домов по улице Аргунская 61 и 63. Когда я приехала с работы, я не могла пройти, потому что там постоянно нечистоты побежали, вот этот санузел побежал. Вот такие барханы были. Я когда наступила, у меня, представляете, провалилась, потому что бежали нечистоты вот эти. Та, которая помойка там была, это все сюда снесло. Вот это все было залито, все во льду, невозможно было идти. Вот сейчас вот теплые дни пошли, вот это все растаяло, запах такой идет невыносимый. Складские помещения, в которых жители неблагоустроенных домов хранят уголь, дрова, а также прочие подсобные материалы, оказались подтоплены. Во многие из-за того, что водную массу подморозило, даже не удается попасть внутрь, на дверях висят замки. Специалисты водоканала с устранением сточных вод в этой зоне обещали помочь. Но проблема не только в этом единичном случае. Каждый год с улиц, расположенных выше, стекают воды, которые опять же проходят через дворы по Аргунской и бегут дальше. А дальше свалка, обрыв, небольшое поле и четинка, которая принимает на себя основной удар. Каких-либо контейнеров поблизости нет, да и по всему видно, что это копилось в течение не одного года. Раньше дома обслуживала управляющая компания «Чистый город», которая своих обязанностей по очистке территории почему-то не выполняла. Неоднократные обращения жителей в компанию не помогали. В результате суд обязал «Чистый город» еще в 2010 году ликвидировать свалку. Но организация, по словам горожан, сменила наименование. Решение суда не выполнила, а потом и вовсе обанкротилась. Частные компании сюда заходить не хотели. В итоге открытый конкурс выиграло унитарное предприятие «Городское жилищно-эксплуатационное управление». В настоящее время наш дом не включен. У него нет на обслуживание нашего дома. То есть у нас получается так. Комитет ЖКХ не передал наш дом в управление, чтобы обслуживали наш дом вот этой управляющей компанией. Как отметили в городской администрации, с ГЖЭУ заключен договор управления домами по Аргунской. Но свои функции по уборке территории не выполняет и она. Ну ладно, мы платим за коммунальный. Но я ни разу не видела, чтобы вот приехали, вот это все убрали. А если, допустим, я когда пришла, им сказала, что я не буду за коммунальный платить, потому что вы не чистите. Они говорят, ваши проблемы. А убирают как? Приедет эскаватор или трактор, все туда вниз грудит, вот эти все вот нечистоты. Когда идет дождь или что это, все идет в читинку. По словам жителей, счет компания открыла только в феврале. До этого оплата осуществлялась жильцами по почте. Все-таки в большинстве здесь живут пожилые люди, которые привыкли оплачивать услуги по старинке. Но оказалось, то, что платили, по почте никуда не дошло. Средства повисли в воздухе. Сама управляющая компания говорит, жители домов задолжали ей 48 тысяч рублей. За вывоз мусора платить надо подрядчикам, а средств якобы нет. Но в такой ситуации, как разъяснили в комитете ЖКХ, если компания считает, что у жителей есть задолженность, она должна проводить судебное разбирательство. Но в любом случае делать свою работу. Элементарно контейнер поставить. К сожалению, управляющая компания работает не так, как хотелось бы. Я думаю, что пройдет несколько лет, когда они заработают в соответствии с законом и в соответствии с теми правилами, с теми обязанностями, которые они обязаны исполнять в отношении тех же наших граждан. Отсюда идет у нас не плачешь гражданам. Правильно? Если у тебя во дворе не установлен контейнер, за что ты должен платить, за какой вывоз? Сейчас Аргунская 61 попала в список адресов в качестве пилотной площадки для реализации трехэлементного проекта, разработанного за Байкал спецтранцем. Здесь уже установили контейнер для сухого мусора, а через некоторое время займутся подготовкой участка для установки зольника и контейнера для жидких отходов. Как в дальнейшем будет осуществляться обслуживание через управляющую компанию или нет, покажет время. Получить сертификат на обучение в модельной студии смогли лучшие участницы городского конкурса «Школьный подиум», финал которого прошел во Дворце детского творчества. Какие наряды запомнились зрителям и жюри, расскажем в нашем сюжете. 365 моделей из школ Центрального и Ингодинского районов выходили на подиум в отборочном туре. До финала дошли чуть более 200. Девочки представили одежду от наряда «Снежной королевы» до костюма «Спайдермена» в женском обличии. Кто-то предпочитал шить наряд по образу исторических персонажей. Все в моем возрасте шьют фартуки, и мне захотелось шить что-нибудь необычное. Так как мы приходим по истории как раз египетские пирамиды, я решила шить Клеопатра. Очень люблю всеми командовать, если по-честному. Я всегда командир, и Клеопатра – это царица, и Яков тоже. Вариантов было, наверное, штук 50. Было выбрать очень сложно, но я вот выбрала это. Я люблю открытую одежду, потому что мне нравятся мои плечи, они очень красивые. Я люблю красный цвет, это очень привлекательно. В членах жюри сегодня учителя технологии, радиоведущие, телеведущие, представители рекламных агентств. Главным критерием, по которому выбираются лучшие наряды, а их два в каждой номинации, является фантазия детей и преподавателей. Они привлекают каждый раз костюмы других стран, костюмы каких-то богинь. То есть каждый раз они это все превосходят свое искусство, то есть они стараются быть лучшими. На протяжении уже 3-4 лет работают именно ученики. Только фантазии, только их руки. И принцессы, и стюардесса, и девчонки в вечерних и деловых нарядах. Хоть и считается, что детская мода не должна походить на взрослую, здесь создателям удалось соблюсти золотую середину. В 10 номинациях, включая верхнюю праздничную летнюю одежду, одежду для спорта и отдыха, конкурсанткам удалось порадовать жюри и зрителей. Самыми интересными стали номинации «Волшебный клубок», «Вязаные изделия» и «Веселый кутюрье», одежда из необычных материалов. Первое место в последнее отдали антикризисному костюму из мусорных пакетов, второе – платью из галстуков, а третье – комплекту из пуговиц. По каждой линии дефиле жюри определила лауреатов и дипломантов первой, второй и третьей степеней. Яна Ершова, Владимир Дементьев, «Середина земли», Забайкальский край. В Китае центром паломничества туристов становится небольшая деревня Хуанло. Главная ее достопримечательность – жительницы с необычайно длинными волосами. Очень суеверные и стеснительные женщины лишь недавно согласились раскрыть секрет ухода за роскошной прической. В кипящий рисовый отвар они кладут жмых из листьев чайного дерева и добавляют цедру апельсина для аромата. После чего промывают волосы в чистой горной реке. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях связанных с Китаем в студии Сянжунань. Грузовой маршрут Харбин-Суйфэньхэ-Пусан через Россию официально ввели в эксплуатацию. В пробном режиме ветку запустили в прошлом августе. Это один из важных проектов в рамках концепции «Один пояс, один путь». С подробностями мои коллеги. 104 контейнеры уже провезли по новому маршруту из Харбина и Суйфэньхэ в Пусан через Россию. По железной дороге их везут до российского порта Восточный. Потом перегружают на корабль и морем доставляют в Республику Корея. Расстояние в тысячу километров преодолевают за шесть дней. В пробном режиме маршрут запустили семь месяцев назад. Теперь составы по нему будут курсировать регулярно. Каждую неделю. А в случае необходимости количество рейсов увеличат. Теперь, когда перевозки по этому маршруту стали регулярными, их себестоимость снизится. И я уверен, что очень скоро перевозить товар с севера Китая в Пусан через Россию станет дешевле, чем традиционным путем. Сначала к морским портам внутри Китая, а после по морю в Республику Корея. Мы долго вели переговоры о создании этого маршрута, и вот, наконец, он официально заработал. Это очень важно для развития торгово-экономических связей и с Россией, и со странами Северо-Восточной Азии, Республики Корея и Японии. В России поезда из Китая проходят через станцию Градеково, пограничный район Приморского края и порты Восточный и Находка. Этот маршрут называют «Приморье-1». Также идёт активная работа над вторым коридором «Приморье-2», который связывает юго-западные порты Приморья, зарубенные Славянку, с Китаем. Через них также планируется наладить регулярные поставки товаров с севера Китая на юг Китая и в страны Юго-Восточной Азии морским путём через Россию. Юлия Жень, Цзоусяутун, СиСиТиВи. В преддверии праздника Цинмин в городских парках Пекина туристический бум. День чистого света, так буквально переводится его название, не только время опоминать усопших, но и любоваться цветением деревьев. Подробнее материально моих коллег. В саду у храма небо буйство абрикосовых соцветий. Всё больше китайцев приезжают сюда наслаждаться весной. В выходные, в период праздника Цинмин в парках Пекина ожидается пик посещений. Мне всегда нравилось гулять здесь. Это очень приятно. Вся эта зелень и древние постройки действительно прекрасно дополняют друг друга. Такая красота обогащает ваш внутренний мир. А в центре китайской столицы ароматом завораживает сливовый сад в парке Чуншань. 30 видов деревьев и более сотни разных соцветий как магнит притягивают туристов. Первоначально здесь было всего несколько видов деревьев сливы. Но в течение нескольких последних лет мы активно занимались садом. Обрезали, прививали, сажали новые деревья. И теперь здесь гораздо больше разнообразия. Чтобы посетители могли получить подробную информацию о каждом виде растений, в парке установили информационные таблички. Так много нового удалось узнать о разных видах сливовых деревьев. Очень наглядная и полезная информация. Не цветами едиными. Помимо прогулки по сливовому саду, туристы могут прокатиться на лодке в Летнем дворце и парках Тао-Ажантин и Юйюаньтан. И китайцы эту возможность не упустят. По оценкам экспертов, в период праздника Циньмин 11 государственных парков китайской столицы посетят почти полтора миллиона пекинцев и гостей столицы. Виктория Слепцова, СиСиТиВи У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!